Всем привет! Сегодняшний обзор про соусы от компании Coconut Secret или Coconut Aminos. Это аминокислоты с кокосом. Они не пахнут кокосом, не обладают вкусом кокоса. Ну вот как будто бы соевый соус, но намного-намного полезнее. До этого я уже снимала обзор и рассказывала про жидкие аминокислоты от компании Brax. Я от них прям была без ума и до сих пор, если честно, без ума, потому что вкус просто обалденный. Но после прочтения книги, я уже всех, наверное, достала этой книгой, доктора МакГрегора, How Not to Die, он как раз-таки указывал, упоминал эти соусы и конкретно упоминал вот этот соус Brax. Он тоже говорил, что прям супер-супер классный, но все-таки содержание содиума или натрия здесь очень высокое. 13% или 320 мг. От соли я уже давно отказалась и прошу всегда, куда бы я ни пошла, там, всегда прошу, пожалуйста, без соли, пожалуйста, без масла или еще чего-то. Вот. И я ужаснулась, что реально здесь содержание соли очень большое и соус действительно соленый. Вот мой муж, например, вообще не может есть, даже чуть-чуть, если я опрысну сверху, там, например, салат, то он говорит, что, ой, что-то очень соленое. Вот. Поэтому я от Brax буду отказываться и больше не буду заказывать. У меня там еще, я большую покупала, еще где-то, наверное, чуть меньше половины. В общем, буду думать, куда сплавлять эту половину. Вот. А так, конечно, вкусно. Что касается Coconut Secret, здесь у них имеется три вида соусов. Я до этого заказывала, не помню, как он назывался, но он самый популярный на iHerb. И я просто начала сравнивать по содержанию содиума, то есть натрия в составе. И здесь оказалось его меньше всего, всего лишь 2% или 60 мг. А в остальных намного больше, там, 6%, 11%, если я не ошибаюсь. Вот. Этот соус не такой популярный. Здесь так и я пишу, позиционирует якобы с меньшим содержанием натрия, 100% органический, глютен-при, не ГМО, не MCG, что это такое, в виде трянски. Вот. Но он garlic соус, то есть чесночный соус. И у него есть даже вот в закрытом виде, такой, в закрытом состоянии, есть такой немножко чесночный аромат. Я еще не пробовала. Вот. И давайте я вам сейчас скажу, что вообще по запаху. Он вот такой, темного цвета. Хватает вот одной бутылочки прям надолго. Я ими заправляю обычно салаты, когда, например, в салате очень много листьев кейла, шпината или еще чего-то, чтобы придать вот этот вот вкус, чтобы он вызвал аппетит. И чтобы съесть как можно больше этих листьев, я и приправляю такими соусами. Это очень хороший такой прием, заставить себя есть больше зелени. О, запах прям ядренно-чесночный. Сейчас попробую немножко на вкус. Несмотря на то, что он, во-первых, острый немножко, и несмотря на то, что здесь указано всего лишь 2% натрия, все равно соус кажется соленым. Да, соглашусь, не таким соленым, как брак от компании Брак. Вот. Что тут? 296 мл. Стеклянная упаковка тяжелая. Поэтому на iHerb я вот эти вот 2 штучки заказала в 2 разных посылках, потому что он не дает сразу. Цена доставки повышается, и, то есть, посылка получается очень бедной. В том плане, что вот засунете 3 таких бутылочки, и все. И вот ваша посылка вам придется платить за доставку отдельно. Вот. Поэтому я в одной посылке заказала одну баночку, заполнила их различными легкими бадами, различными, там, я не знаю, моими любимыми товарами. И в следующей посылке еще одну. Вот. Что тут еще? Ингредиенты. Здесь органический coconut tree sap. Не знаю, что такое sap. Organic garlic, органический чеснок, морская соль, органический имбирь, каенский перец. Вот, да, и он острый, поэтому. Не сильно острый, но вот прям есть вот эта вот острота. Рекомендовано 1 teaspoon, то есть 5 миллилитров в одну чайную ложечку. Вот так вот. Обожаю соусы. То есть я вам сказала, для чего вы их можете использовать. Естественно, не для того, чтобы заправлять ими там какую-то вредную пищу, потому что эти соусы повышают аппетит. Вот. А я вот таким образом обманываю свой организм и заставляю есть больше полезной еды. Возможно, она будет такая немножко безвкусная, но, по крайней мере, с этим соусом она приобретает более яркие краски. На этом у меня все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал. Будет еще очень много интересных видео. Всем пока и до новых встреч. Продолжение следует...